Раскаты артиллерии и стрельба к Аркечию, наступление русских пахатинцев и бегство солдат Наполеона. Здесь почти все так же, как и 200 лет назад. В Московской области состоялась деконструкция крупнейшего сражения в истории Отечественной войны 1812 года, Бородинской битвы. В мероприятии приняли участие более 2000 человек из военно-исторических клубов России, а также ближнего и дальнего зарубежья. Значение реконструкции на Бородино посвящено не только памяти наших воинов, которые в 1812 году здесь стали насмерть, но и отдает дань уважения традиции истории нашей страны, а также ведет к патриотическому воспитанию молодежи. Потому что участники реконструкции – это не только взрослые мужчины, это еще дети от 16 до 18 лет. В июне 1812 года Наполеон вступил в войну с Российской империей. За несколько месяцев французы оккупировали ряд губерний и к концу августа, начало сентября, подошли к Москве. На подступок к столице противник встретил ожесточенное сопротивление русской армии, усиленной к тому времени народным ополчением. Организация ополчения. Все губернаторы, как известно, были замкнуты по своей вертикали власти на МВД. Соответственно, именно губернаторы в 16 прифронтовых губерний были сведены, эти губернии были сведены указом Александра I в 5 округов, которые выставили каждый свое ополчение. Все ополчение омундировалось, вооружалось за счет местных средств. То есть земства, уезды, губернии. Они в каждой свое вооружали. В ополчение принимались только добровольцы. Это могли быть лица дворянского рода, происхождение, духовные лица, а также крепостные крестьяне. Ополченцы развернули боевые действия против малочисленных отрядов противника, которые вторгались в нашу страну. Создали непрерывную кордонную цепочку сторожевых постов вдоль границ, уездов и губерний. Организовали ночные карагульные патрули. Это позволило предотвратить диверсии, сбор агентурных сведений в тылу российских войск. Только в Масальском уезде, нынешней Калужской области, участники добровольческих формирований истребили более 1 тысячи вражеских солдат, взяли в плен около 500 офицеров. Как вы знаете, с оружием там было не шибко, поэтому кавалеристам было предписано отдать мушкетоны свои, которые у них на пантольерах висели, ополчению. То есть ополченцы были вооружены, можно сказать, тем, что стреляет. И вместо тесаков у них, интересный такой вот момент, у них были топоры. То есть они засовывали их за кушак. В Калужской области по инициативе гражданского губернатора, в прошлом московского оберполицмейстера Павла Каверина, из местных крестьян были сформированы отряды самообороны. По официальным данным, они истребили на территории только одного региона более 4 тысяч солдат Наполеона. Павел Никитич Каверин. Родился 3 января 1763 года. Проходил службу оберполицмейстером в Москве. С 1811 по 1816 года занимал должности Калужского и Смоленского гражданского губернатора, сенатора тайного советника. 31 марта 1813 года участвовал в комиссии по разбору дел о лицах, находившихся на службе у французов. Полковник в отставке. Ополчение губерний, на территории которых не происходили активные боевые действия, как например Брянская губерния, они выполняли роль отрядов самообороны, но делали вылазки на территорию противника. Например, Ростольское ополчение, возглавляемое местным капитаном-исправником Сикачевым, усиленное 10 казаками, они пытались дать отпор, это Смоленская губерния, не Брянская, но они были подчинены Брянскому генерал-губернатору. Они пытались дать отпор большому отряду французских войск, но, к сожалению, были разбиты. Сам Сикачев погиб, французы вошли в Ростоль, взяли там контрибуцию, но они были вынуждены уйти. После этого этот отряд возглавил один из подъячков, и они совершали уже вылазки на территорию противника, громя их провиантные базы. В Москве борьбу с агентами и шпионами Наполеона вели подчиненные генерала Якова Ивановича де Санглена, бывшего высокопоставленного чиновника Министерства полиции, а с весны 1812 года начальника высшей военной полиции, военной контрразведки 1-й западной армии Барклая де Толли. В июне 1812 года они арестовали польскую графиню Алину Косаковскую, которая готовила покушение на императора Александра I. Яков Иванович де Санглен родился в 1776 году. Русский государственный деятель и писатель, один из руководителей политического сыска при Александре I, действительный статский советник, родился в Москве в семье выходца из Франции. С 1810 года проходил службу в Министерстве полиции. С 1812 по 1819 года занимал должность начальника особенной канцелярии Министерства полиции. В 1819 году после упразднения Министерства полиции вышел в отставку. В ходе Отечественной войны в составе регулярной армии действовали подразделения будущей военной полиции. Среди них был военно-жандармский эскадрон, созданный на базе 10-го Драгунского Ингерманландского полка. Во время Бородинского сражения был Ингерманландский-Драгунский. Во время сражения он как раз выполнял функции полиции и жандармерии. После боевых действий он дальше выполнил свои уже драгунские функции, а функции полиции, можно сказать, были возложены на гарнизонные полки, которые находились в каждом городе, в каждом, сейчас, можно сказать, регионе. А в 1816, уже после войны 12-го года, после наполеонских войн, один из драгунских полков, Борисоглебский, был переименован в жандармский полуэскадрон. С него, можно сказать, и началась история всей жандармерии такой военной полиции. 7 сентября состоялось генеральное сражение под Бородино. В ходе 12-часовой битвы французы захватили позиции русской армии в центре и на левом крыле, но после прекращения боевых действий Наполеон отошел на исходный рубеж. В этом бою русские войска потеряли более 40 тысяч человек. В Бородинском сражении ополчение было в резерве, поскольку Кутузов, он все-таки держал, берег людей. Они выполняли функции санитаров, то есть уносили раненых, подвозили в воду, подносили боеприпасы, как к артиллерии. Вот почему редут основной долго не могли французы взять. Его там взяли только керосиры французские со своей атакой. И то они, можно сказать, взошли в пустой редут. Наши успели оттуда все пушки вывезти. В ходе Бородинской битвы разгромить русскую армию Наполеон не смог. А главная цель Кутузова по изнурению французов была достигнута. Бородинская битва стала решающей в победе над Наполеоном в Отечественной войне 1812 года. Ополчение проявилось по себе очень мужественно. Они дошли до Парижа, то есть участвовали в параде во Франции. Так что это, можно сказать, один из самых таких боевых родов войск. В заключение военно-исторической реконструкции гости мероприятия смогли увидеть, как русские гусары и кавалерия сдерживают натиск превосходящих сил армии Наполеона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова